Еще одним лотом, связанным с именем Михаила Юрьевича Лермонтова, является альбом для записи знаменитого борта крейсера Дмитрия Донской. И за дня в день извлечений сочинений Лермонтова на каждый день года. «Санкт-Петербург. Государственная типография. 1886 год». Книга была издана и составлена великой княгиней Ольгой Константиновной к 45-летней годовщине со дня смерти поэта. Ольга Константиновна – внучка Николая I, дочь Константина Николаевича и Александра Иосифовны, также известной как королева Эллина, супруга греческого короля Георга I. Наше издание в роскошном лакированном папье-маше с инкрустацией из перламутра и кости. Переплет был выполнен в 80-е годы XIX века. Книга использовалась как бортовая записная книга на крейсере Дмитрия Донской, который принял участие в Цусимском сражении во время русско-японской войны. На каждой странице приведена цитата из сочинения Лермонтова, обрамленная орнаментальной рамкой. Альбом также ценен тем, что содержит автографы многих известных людей той поры. Несомненным топ-лотом на аукционе 9 октября 2014 года в Доме антикварной книги в Никитском выйдет первая прижизненная издание поэмы Гоголя «Похождение Чичикова» или «Мёртвые души. Москва. Университетская типография, 1842 год». Ведал изданием сам Гоголь, но поскольку денег у него не было, то в типографии книгу печатали в кредит. Расходы по бумагам взял в себя Погодин. Через пару месяцев издание было готово. Из воспоминаний современников «Мёртвые души» разлетелись по России и по Москве. Книга была выкуплена на расхват. Наш экземпляр в подносном цельнокожанном переплёте с золотым тиснением по корешку и переплётным крышкам. Предназначалось оно Александру Григорьевичу Щербинину. Александр Григорьевич Щербинин – чиновник Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Вероятно, что их знакомство с Гоголем произошло в 1829-30-х годах во время недолгой службы Гоголя в качестве канцелярского служащего сначала в департаменте государственного хозяйства, а затем в департаменте уделов. Наш экземпляр представляет несомненный коллекционный интерес. Дом антикварной книги будет рад вас видеть на наших аукционах.